Ала-шоу! И то все бы сказали... Вот тогда я должна была так всех поприветствовать. Всем привет! Классно! Слушай, ну ты знаешь, я тебе могу сказать, что вот здорово ты сделала Чебурашку. Я не узнала тебя в этом образе. И когда узнала, что это была ты, ну титры же мы все прочитали, было интересно. А где же она была, подумала ты в этот момент? Нет, я поняла, что ты была именно Чебурашкой. Я, ну естественно, я подумала, что это впервые в жизни. У меня просто из-за того, что я так много лет работаю на радио, я всех снимаю всегда. Вот любого, в мультиках всегда, любого актера, актрису, всех узнаю. А тебя не узнала. Это высшее вообще... Ну это комплимент, правда, мне это приятно. Ну молодец. Спасибо большое. Ну на самом деле, да, я же все-таки трансформирую голос свой, по крайней мере, для Чебурашки. Ну что, Кулуся не трансформировался в панди? Тоже трансформировался? Ну сразу я его узнала. Ну здесь у нас все-таки есть основа, понимаешь, Клара Румянова, которая записала свой голос для нашего родного Чебурашки. И, конечно, я на нее ориентировалась, поэтому, наверное, какие-то знакомые призвуки еще из прошлого были, и, может быть, поэтому я спряталась за ними. А какие чувства испытала, когда узнала, что тебе Чебурашку предлагают озвучивать? Ты знаешь, это было очень странно, это же не было так, что... Короче, я не сразу поняла. Мне написал режиссер Дима Дьяченко и попросил записать сообщение голосовое голосом Чебурашки. Это было странно. Во-первых, мы не так часто с Димой переписываемся, а то, что он мне пишет, это, в принципе, как бы событийно. А то, что еще и такая просьба, тоже было странно, но было понятно, что если он просит, то это для чего-то, не просто так. Вот. И я записала, я прогуглила, естественно, вспомнив, как Клара Румянова это делала. И записала пару фраз. Одна из них была следующая. Ген, давай я вещи понесу, а ты понесешь меня. И отправила ему. И потом уже через какое-то время я узнала, что собирается сниматься фильм, и они хотят, чтобы я присутствовала. Не только озвучивала персонажа, но и его играла. В тот момент я не понимала, как это будет технически. Вот как это будет, мы узнаем сразу после песни Димы Беларина. У меня в гостях актриса Ольга Кузьмина, и мы говорим про Чебурашку, потому что это последняя на данный момент Олина роль. Итак, как записывают актеры, как дарят свои голоса герою, это мы понимаем мультяшникам. Мультяшкам. А вот что значит сыграть Чебурашку, ты только что сказала. Да, я сначала даже не поняла, как это будет, действительно, потому что, в общем-то, никто не понимал. Но мне сказали, что я должна находиться все время на съемочной площадке, вот весь съемочный процесс, я, собственно, присутствовала там. Я сначала, конечно, себе представила, что я буду как кембербэтч. Росовая кукла. Нет, я буду сама вот в этом специальном костюме с датчиками, со всеми вот этими проводами и причиндалами. Я себе так это визуализировала. А на деле оказалось, что все это не нужно в нашем производстве, что достаточно мне просто убрать волосы от лица, чтобы лицо было чистое, и все. И просто играть. Просто жить за Чебурашку. Но это тоже оказалось не так просто. Я не могу быть внутри кадра вместе с артистами, потому что я как бы больше места занимаю. А Чебурашка у нас все-таки маленький. И меня снимали всегда отдельно. То есть сначала артисты играли сцену с воображаемым Чебурашкой, с пустым местом. Потом его место занимала кукла, чтобы они могли с ним как-то взаимодействовать. Потом вместо куклы выходила наша актриса маленького роста Катя, чтобы она была в хромакейном костюме синего цвета, чтобы ее потом аниматоры могли вырезать. И взаимодействие с различными предметами, это тоже было важно потом для аниматоров. И уже потом, после того, как все сцены в течение съемочного дня были сняты, камера разворачивалась в мою сторону. Я буквально сидела на стуле и проигрывала сама с собой в своей голове все эти сцены, которые до этого сыграли артисты. Это очень сложно. Конечно, мне помогал Дима Диченко, наш режиссер. Он мне подкидывал, ну, как бы событийный ряд, скажем так. Ну, допустим, вот Чебурашка вошел, он увидел каску, он к ней подошел, он удивился. Он за ней потянулся, он оступился, он упал. И вот под его дитковку я это все изображала, как могла. Потрясающе. Ну, вот теперь и мы знаем, как был создан этот удивительный, прелестный, чудесный совершенно образ. И еще раз тебе за него большое спасибо. Перейдем к другим ролям и к другим событиям в твоей жизни. Ольга Кузьмина у меня в гостях. Только обещала, что все, закончили с Чебурашкой. Но нет, у меня еще любимая забава, Блица-звездой тоже про Чебурашку. Не против? Я с удовольствием. Мне кажется, я про Чебурашку часами готова говорить, поэтому ну давай сократим это в Блиц. Давай. Блиц со звездой. Опиши свой характер, свой Олин, не Чебурашкин, пятью словами. Мудрая, спокойная, ответственная, веселая, добрая. Прекрасно. А что общего у тебя? Какая-то я очень идеальная получилась. Ну идеальная, это шестое слово, идеальная. А Чебурашка тоже идеальный, понимаешь? Вот ничего плохого про этот образ не скажешь. Скажи, что общего у вас с ним? Ну на твой взгляд. Доброта, мне кажется, да. Вот он все-таки во всем и ищет, и находит хорошее. И я тоже пытаюсь во всем искать добро. Молодец. Ты любишь апельсины? Да, и мандарины. Что сказал, когда увидел Чебурашку твой сын Гордей? Он ему сразу зашел. Он говорит, ему 9 лет? Не зашел, ему 9 лет, 9,5. Ему он очень понравился, говорит, прям милота, классный. Ему прям теперь очень нравится он. А он рассказывает своим друзьям, что это моя мама? Нет, он довольно скромно в этом смысле себя ведет. Но ему очень понравился фильм, три раза он его посмотрел. Прекрасно. Проголосовала рублем. Скажи мне, вот ты когда слышишь 4 миллиарда уже, рекордсмен, Чебурашка-рекордсмен, уже скоро будет 5 миллиардов, уже тогда. Ты чувствуешь гордость? Какая я молодец. Ты знаешь, я чувствую гордость не за себя, а за наше кино, которое получилось. Потому что столько труда в него вложено. У нас огромная команда работала над ним. И мне очень радостно за то, что это оценено по достоинству зрителям. Потому что действительно мы очень с любовью это делали. Каждый в своей области. Кто за художественную часть, кто за костюмы, кто за техническую анимацию и так далее. Ну, огромное количество людей, можно в титрах всех посмотреть. И мне, конечно, радостно, что зритель эмоционально откликнулся. Откликнулся. Что не зря. А от какой вредной привычки ты бы хотела избавиться? Я не знаю. Хорошо. Какую свою привычку ты считаешь полезной? Это какие-то вопросы на засыпку. На засыпку, это же блиц. Ну, ты знаешь, я все время думаю про ответственность, но это как с одной стороны полезно, так где-то и избавиться хочется. Вот, пожалуй, так. Соединю два вопроса. Что делаешь, чтобы поднять себе настроение? Не знаю, играю с Гордеем. Сын всегда поднимет настроение, я с тобой согласна. Особенно, когда ему 9,5 лет. Да, уже можно повеселиться. Это правда. Оля Кузьмина сегодня у меня в гостях. Слушаем прекрасную, красивую песню. Ну, и потом продолжим. Актеры делятся на два лагеря. Одни пересматривают свои фильмы, свои роли, другие вообще принципиально не смотрят. К какому лагерю относишься? Я смотрю с такой рабочей позиции. То есть для меня это как работа над ошибками. Часто, когда я смотрю, мне, конечно, многое не нравится. Мне кажется, вот здесь надо было сделать по-другому. Вот здесь что-то не доделала, вот здесь что-то наоборот пережала и так далее. То есть это такая скорее работа, чем удовольствие. Согласна. А у тебя есть какие-то свои актерские приметы, суеверия? Ну, наверное, моих собственных нет, но какие-то вот нажитые. Общие? Общие, да. Ну, например, вот во что веришь? Ну, например, вот падает у тебя сценарий и считается, что на него надо присесть. Обязательно. Но я его трансформировала, потому что не всегда хочется садиться на землю, в лужу. Да, я просто поднимаю сценарий и прикладываю к пятой дочке. Одному месту. Я поняла. А в какой момент ты хотела уйти из профессии и заняться пошивом одежды? Да, это был сложный период, на самом деле. Меня утвердили в одну историю. Мне казалось, что она должна прям была прозвучать, и роль большая, и история такая масштабная. И я как-то на это понадеялась. И мы начали уже даже снимать, а потом меня разутвердили. Да, они продолжили снимать, но без меня. И для меня это был такой болезненный этап. Это было до кухни? Это было до кухни. После чего я и решила, что дано ее эту профессию, какую-то непредсказуемую, зависимую и болезненную. И я подумала, займусь-ка я лучше делом, и пошла на курсы кройки и шитья. Так, и что все-таки тебя вернуло в эту профессию? Собственно, меня позвали на пробы кухни. Я еще так думаю, ну а сейчас опять утвердят, то опять разутвердят. Как-то я без особого энтузиазма, но тем не менее меня утвердили, не разутвердили. Кухня бомбанула. И да, и потом я вернулась в профессию. Но я, собственно, не так уж надолго оттуда ушла. Просто заполнила паузу хорошим, интересным, в общем-то, любимым делом. Я сегодня как раз думала о том, что есть люди, которые с детства идут к своей профессии, и ты всегда на сцене, ну, собственно говоря, с детства из Яралашей. Опять-таки, тоже далеко не каждый ребенок начинает сниматься в Яралаше, потом остается в этой профессии. И поэтому вот когда этот эпизод из твоей биографии я прочитала, я очень удивилась. Думаю, да, наверное, это было какое-то испытание такое, потому что мне казалось, что... Ну, профессия вообще в ней, в этой профессии очень много испытаний, это правда. Их нужно как-то... Ну, в любой профессии много испытаний вообще в нашей жизни. Их надо как-то проходить с чувством, ну, с достоинством. Но теперь ты уже уверена, что ты любые испытания в нашей актерской профессии пройдешь с достоинством? Ты знаешь, да, это закаляет и помогает в будущем. Да, я теперь спокойно к этому отношусь. Ну, я теперь отношусь в своей профессии к ролям следующим образом. Если она твоя, она от тебя не уйдет. А если не твоя, значит, и не надо. Правильно. Согласна. А вот эта песня, например, не моя, Дима Колдуна, но все равно звучит очень хорошо. Ольга Кузьмина у меня в гостях, мы все равно не можем остановиться и говорим про Чебурашку, и говорим, ну, потому что вызывает это чувство гордости. Да. Правда? Да, да, да. Я до сих пор вот не могу осознать и поверить, что мы там теперь на первой строчке по сборам. Это действительно дорогого стоит. Дорогого стоит. В буквальном смысле слова. Все говорят, что российское кино, вот что-то нам не хватает. Вот с твоей точки зрения, что нам не хватает? Да не знаю, мне кажется, всего нам хватает, и Чебурашка тому доказательство. У нас есть классные, талантливые люди, и когда они все объединяются в одну команду, получается классный результат. Главное, чтобы зритель тоже верил, потому что, знаешь, вот часто бывает, еще фильм не вышел, а его уже раскритиковали. Ну, это же неправильно. Неправильно. Мне кажется, нужно и зрителю тоже как-то с большей любовью изначально. Я не говорю про всех, но есть... Ну, к своему относиться с большей любовью надо в любом случае. Будь то футболисты, будь то кино. Ну, просто добрее надо быть. Ну, да, а наша задача доказывать, что мы можем. Согласна. А как ты считаешь, вот сериалы, кино не враги? Ну, допустим, плохая погода, там, тлякать, а где-то мороз, минус 60 градусов, да, у нас страна-то какая. А где-то там, наоборот, вот грязь, и вот все такое эперативное, промозглое. Дома так хорошо. Включился сериальчик, любимый? Не надо никуда выходить из дома. Ну, слушай, одно другому не мешает, а почему нет? Сегодня ты сериальчик посмотрел, завтра пошел в кино. Если это хорошие истории, которые вызывают в тебе какой-то эмоциональный отклик, заставляют о чем-то задуматься и, может быть, даже что-то изменить в своей жизни, позвонить с любимым, родным, поговорить с мамой, с папой. Но какая разница, сериал это или кино? А Чебурашка показал блестящие результаты в плане семейного кино. Какие русские герои, на твой взгляд, достойны, чтобы вот про них снимали вот подобное кино, да? За кого бы, например, проголосовало? Я имею в виду, это могут быть наши какие-то мультяшные герои, или, может быть, это какие-нибудь вообще наши исторические персонажи? Да, мне кажется, главное, ну, я бы не стала сейчас называть каких-то конкретных персонажей. Главное, что они несут вот эту открытость миру, доброту и понимание и прощение. Мне кажется, вот, может быть, в этом и успех Чебурашки, что он не борется с миром оружием, как мы в последнее время привыкли видеть в кино, а он борется с миром безоружной улыбкой и добротой. Обезоруживающей. Да. Да, и будет продолжение у Чебурашки? Посмотрим, я не знаю. Нет, пока еще нет таких историй. Реальных каких-то заявлений не было. Понятно. Ну, ладно, тогда слушаем песню и потом продолжим. Несмотря на то, что Оля прекрасная, совершенно любимая роль, мы сегодня говорим про Чебурашку, ну, потому что, наверное, совсем любимая в теме. Ну, сейчас такой отклик, что невозможно этому не радоваться. Конечно, хочется рассказывать. Да, фильм поставил рекорд по сборам, по количеству проданных билетов, вообще по эмоциям. Кстати, за всю историю российского кино. И это очень приятно. Ну, кинопрокаты я имею в виду. Итак, игра моя сегодня тоже будет про Чебурашку. Я собрала, ну, мне кажется, самые простые вопросы про этого героя, но они все с подвохом. Если начнешь путаться в показаниях, я тебе буду давать подсказки. Готова? Хорошо, я на них рассчитываю. Давай. В книге и мультфильме внешние облики Чебурашки отличаются, различаются. То есть, вот изначально у Чебурашки чего-то не было. Внимание, вопрос, чего не было у Чебурашки? Дать варианты? Да, давай. Больших ушей, лап или хвоста? Хвоста, наверное, его не было. В книге у него не было больших ушей. А, да, серьезно? Представляешь, да, это уже мультипликаторы нарисовали ему эти уши. А изначально он был таким зверьком непонятным, ну, что-то типа белки. Ну, вот ушки были вот здесь, наверху. У меня просто дома книга Успенского, и там, конечно же, уже есть картинки, и там он, естественно, уже с большими ушами. А в описании его не было с большими ушами. Ладно, интересно. А кем работал крокодил Гена в зоопарке? Ну, могу дать, конечно, варианты. Ну, а кем он? Крокодилом работал. Крокодилом, совершенно верно. Аплодисменты. Здесь даже без вариантов. Угадала. Сколько лет было крокодилу Гене? Могу дать вариант. Давай. 60, 50, 40 или 30. Давай пусть он будет среднего, такого уже зрелого возраста. Пусть будет 40. Зрелого? Это только с твоим пониманием. Зрелого возраста среднего, это скорее 50. Ну, то есть ты настаиваешь на... Нет, я не настаиваю, выбирай. Ну да, я за 40. Ты за 40. Да. Нет, Гене было 50. 50. Ладно, он уже умудренный опытом. Немножко, да. Ну и, наконец, что Чебурашка подарил Гене на день рождения? Могу дать? Вариант. Давай. Мне казалось, я так недавно перечитывала книгу, а видишь, такие нюансы, все забыла. Торт, вертолет или цветы? Вертолет. Вертолет! Вертолет! Со счетом 2-2 у нас победила дружба. Я тебя поздравляю. Ну что, в принципе, видишь, ты почти что хорошо подкована. В общем, это говорит о том, что нужно не только ходить в кино, но и читать книги. Книги, да. Книги – это вещь. И перечитывать. Хороший повод перечитать Успенского. Ольга Кузьмина у меня в гостях, и мы сегодня говорим про кино, про наше российское, что особо приятно. Ну и, конечно, про актерскую профессию. Давайте чуть-чуть поговорим. Немножечко. С удовольствием. Я хочу задать тебе вопросы, которые обычно задают простые люди, про актерам. Что интересует? Ну, во-первых, интересует, есть ли свой метод, как быстро заплакать? У меня нет. Я все время хочу у коллег спросить, но стесняюсь. Ну, знаешь, у некоторых это получается вот так вот по щелчку пальцев, и думаю, как они это делают, где там у них кнопка. У меня так не работает. Как у тебя это работает? Ну, надо настроиться, надо там что-нибудь до этого почитать, посмотреть, что-нибудь такое, знаешь, найти. Но если в театре. Как что-то откликается. В театре проще. Это вот я сейчас про кино говорю, потому что в кино тебе нужно впрыгнуть в сцену уже без подготовки. А в театре проще, ты в процессе спектакля, ты идешь поступательно, в хронологическом порядке наращиваешь эту эмоцию, и, в общем-то, там само как-то работает. Есть ли у тебя свой метод, как быстро запомнить текст? Если в театре, там тоже все просто, потому что в процессе репетиции он как-то сам укладывается, ты взаимодействуешь с партнером, ты понимаешь, почему ты это говоришь, зачем говоришь, в этом есть необходимость. И потом это все временной отрезок длинный. А в кино? В кино сложно, тоже все время думаю, надо, может, спросить у коллег, есть, может быть, у них какие-то секреты. Ну как, сидишь и учишь, зубришь этот текст. Да, как вот в школе учили мы в свое время стихотворение, так и здесь сидишь, зубришь. Или прозу. Хорошо, объяснимаем слушателям, что значит входить в роль. Ну есть разные актерские системы, начала бы я сейчас. Ну если, слушай, полегко, ну как, вот есть ты, а есть твой персонаж. И есть как бы между вами какая-то разница. И эту разницу нужно понять и сократить эту дистанцию. Все очень просто. Пойду в федоое. Да, кому легче стать успешной в этой профессии, красивой или талантливой? Ох ты. Работоспособной. Работоспособной и трудолюбивой. И, конечно, не без способности, чтобы был человек. А сцена, которая далась тебе тяжелее всего. Вообще? На съемках, да, в сериалах, может быть, в кино. Ой, да ну их множество, разное количество. Ну самое сложное. Ну вот первое, что мне сейчас в голову пришло, это когда мы снимали сериал «Кухня», я была беременная, у меня был токсикоз, а мы снимали на кухне, где все это варилось, жарилось, все пахло. И еще была сцена, где мы кидались едой, и вот с меня стекала там какая-то томатная паста вместе с картофельным пюре, это было невыносимо. Все, я поняла. У меня к тебе просьба. Вспоминаем сейчас самую любимую на данный момент роль Чебурашку. Я прошу тебя голосом Чебурашки сказать «Русское радио, все будет хорошо». Русское радио, все будет хорошо. Браво, браво, спасибо, Оль, большое. Приятно было познакомиться с вами, друзья. Я прощаюсь до завтра, до 7 часов вечера, оставляю вас в компании со Светой Казариновой. А тебе много-много хороших ролей. Спасибо огромное. Всем всего хорошего, до свидания. Вечернее шоу Аллы Баблатовой. Русское радио.